Добрый день! Меня зовут Анна Березовская, я художник, пишу картины маслом в стиле поэтический реализм. Мои картины можно увидеть на международном интерактивном фестивале современного искусства ArtLife в сентябре в Центральном Маниже. В этом видео хочу вас пригласить в мою студию и рассказать и показать, как и где вообще создаются мои картины. Мы находимся в Подмосковье, в моем доме, в моей студии. Я с первого взгляда влюбилась в это место, этот дом мы купили пять лет назад. И как только я зашла сюда, я поняла, что это мое. Здесь в ближайшие годы будут создаваться все мои картины. И даже, я считаю, что для меня это помещение на вырост. Амбиций много. Ну, давайте покажу, на каких холстах, кстати, я работаю. Покупаю вот такие рулоны. Это итальянский холст. Ну, мне он больше всего нравится, потому что натуральный лен. Есть более грубая такая фактура зернистости и есть более тонкая для маленьких картин, на которой удобно делать детали. Я сама это все нарезаю, натягиваю, никому не доверяю. Вот это моя работа. Здесь стоят уже завершенные картины. Они упакованы и готовы ехать на выставку. В следующем году выставка в Сингапуре. Вот часть из них поедет в Сингапур, а часть по России поедет путешествовать. Тоже хотелось бы сделать выставки в разных российских городах. Моя доска, так сказать, план захвата Парижа. Ну, здесь как бы такими значками обозначено, какие картины будут писаться в будущем, в этом году. То есть они такие более знаковые, но для меня понятны. Ну, какие-то вещи, которые меня вдохновляют. Про Анжелика, Благовещение. Мы недавно были в Владимире и оттуда картина. Местный художник. Ну, здесь вот эскизы цветовой, карандашный. Какие-то мотивационные надписи. Мое рабочее место, где я придумываю композиции, разрабатываю их на таких блокнотиках, на такие более подробные прорисовки. Вот эти вот папки, это все папки с идеями и с теми, которые уже написаны, с теми, которые планируются. То есть это еще на сто лет вперед. Вот такие, вот сейчас, разверну. Ну, вот такие, какие-то карандашные разработки. Где-то копии, шили, обязательно копируем, обязательно. Какие-то иллюстраторы тоже меня вдохновляют. Кисти, которыми я работаю для мелких, тонких деталей. Это колонок, вот такой тонкий. Щетина. Такие более мягкие, это козочка. Или какая-то пони. Для более таких гладких поверхностей. Что тут есть еще? Так. Ну, такие кисти, например, я покупаю на Алиэкспресс. Щетина. Я люблю такие грубых деталей для фактур. Вот, она удобная. Лаки. Ну, я думаю, что художникам известны покрывные лаки аэрозольные. Им удобно, когда уже дописал картину, покрыть. И они как бы защищают. То есть для карандашей, для масла. Мое рабочее место, где я пишу мои краски, кисти, палитра, растворители. Так, я сейчас спрашиваю, так, и как получаются фактуры, чем я их делаю. С подручными материалами. Вот бумага из коробки, из-под ботинок. Пакет из пятерочки. Что еще? Какие у нас сейчас? Туалетная бумага обычная. Тоже прекрасно фактурит, если ее так смять и прикладывать. Вот. Лаки такие. Я уже как-то рассказывала в каком-то видео. Lucas мне нравится. Немецкий. Это медиум. Они ускоряют высыхание. Мне нравится, когда быстро сохнет краска. Вот. Растворитель. Обычно. Бывает, спирит. Ну, очищенный, без запаха. Вот. Здесь вот баночки для хранения всех этих растворителей. Лаком. Сейчас работаю над картиной для фестиваля. Меня часто спрашивают, а как создается идея? То есть, как происходит весь этот процесс придумывания? Вот самый сложный вопрос, на который, наверное, не могу ответить одним предложением. То есть, это не происходит так, что я сажусь, и оттай-ка я что-нибудь придумаю. То есть, ну, я это придумываю. Эти мысли, как бы, они у меня каждый день в голове бродят. Какие-то, ну, то, что меня поразило на улице, то, что я прочитала в книге, увидела в фильме, оно как бы соединяется, как пазлики, и получается какая-то такая общая картина. Иногда мысль хорошая, но она недоработанная, требует какой-то такой досказанности, последнего штриха. И тогда она откладывается, и, как вы видели, у меня лежит большое количество папок, и вот эти идеи, они ждут своего часа, когда вот я к ним вернусь, там, доработаю их. Что-то меня вдохновит во время прогулки, поездки или просмотра фильма, и оно совмещается, вот эти пазлики соединяются, и получается полная картина. То есть, это такой процесс постоянный, каждый день. Как происходит рабочий процесс, как я работаю над картинами? Я пишу их сериями, и когда меня спрашивают, а сколько у тебя времени уходит на одну картину? Тут я затрудняюсь всегда ответить, потому что я же пишу их параллельно, и заложила какой-то такой подмалевок, картина сохнет, я ее отставляю, она сохнет, и в это время я пишу другую. И, то есть, вот в течение года я пишу по несколько работ, и только к концу года у меня вот получается такая какая-то мини-коллекция, там, из десяти работ. Ну, конечно, вот большие размеры, как вот такой, например, метр на сто пятьдесят, они пишутся, естественно, дольше, вот чуть-чуть поменьше, это как бы быстрее. Ну, конечно, я стараюсь там вести учет, у меня есть мои шахматные часы, которые меня дисциплинируют, и как бы четкое время рабочее мне показывают чистое, и вот сколько времени я потратила там, чтобы сходить попить чай, посидеть в телефоне, кому-то что-то ответить. Ну, и веду учет, даже вот такая, у меня есть тетрадка, где я записываю, там, сколько часов в день я проработала над вот этой картиной. И, конечно, я все это учитываю. То есть это, вот эта вещь, мои волшебные золотые часы, ну, не красные, правда, но для меня золотые, это вещь, которая дисциплинирует, ну, и так помогает собраться, и как бы вот вести этот процесс. Здесь пока чистый планшет с бумагой натянутый, ожидает, когда я к нему приступлю. Ну, а здесь, как сейчас говорят, лаундж-зон, место, где я могу посидеть и почитать что-то, полистать книги. Ну, здесь, которые, кто меня вдохновляет, есть художники, Стэнли Спенсер, Николай Фейшн, Михаил Бочков, Рустан, Присущий Захолоров, ну, и классики наших чехов, Мастафи. А, тут Медведь с прошлого Art Life Fest. Надеюсь, что в этом году у меня их будет два. Спасибо, что посетили мою студию. Очень рада поделиться, рассказать и показать. Редактор субтитров А.Семкин